добрый день дорогие друзья 2 февраля исполнилось 75 лет окончанию сталинградской битвы которая проходила на современных территориях воронежской ростовской в республике калмыкии это было действительно очень сильная битва которая пришила в дальнейший ход всей второй мировой войны очень много было там погибших порядка полутора миллионов с обеих сторон сожалению в современном мире очень многие страны власти властей сознательно искажает историю идет тотальная реализация нацизма уменьшается все достоинства советских солдат участвующих в этой войне сталинградская битва это действительно была переломной и мы сейчас находимся в гостях участника той битвы глотков павел васильевич и я очень рад что ветераны доносят правду которые действительно соответствуют которые истинные в той войне и полосилищ вот мы представляем вас всему миром чтобы люди узнали правду а вы поделитесь вашими воспоминаниями в той войне которых вы были участником непосредственным и принимали участие можно что нибудь вы расскажете нам ну конечно я начну тогда тогда с того с начала нашего наступления под сталинградом это было 19 января 1942 года когда ранним туманным утром по сигналу прославленных гвардейских минометов катюш тысячи орудий и минометов открыли ураганный огонь по позициям врага степь буквально горела от нашей от нашей артиллерии и напоминала собой землетрясение горел бурьян который выросший в человеческий рост и к осени он высох горел буквально буквально пламенем горел пламенем ну и когда мы двинулись вперед сопровождая наши танки нашего корпуса а наш зенитный полк был составной частью танкового корпуса вот увидели как говорится разбитую технику врага артиллерийские орудия убитые кони и на левой стороне дороги лежал убитый солдат противника он лежал на спине на нем тлела шинель у него были раскинуты руки и ноги а его открытые мертвые остеклевшие глаза смотрели в хмурое сталинградское небо и меня охватила огромная жалость к этому убитому солдата противника ну думаю что ты тут лежишь на промерзшей сталинградской земле небось у тебя есть дом отец мать возможно жена дети а ты тут лежишь погибший за чуждые тебе интересы вот такое говорится у меня состояние моей души было в то время но преодолев передний край обороны обороны значит двигались вперед впереди нас двигалась открытые полуторка на которой были солдаты батальона связи нашего корпуса и вдруг из за это из за этих как говорится заросли вот этого горячего не камыша сорняков застрочил из автомата солдата огонь смотрим откуда лежит раненый офицер да раненый офицер ну солдаты которые ехали в открытые полуторки как говорится успокоили его потому что как великий максим горький сказал если противник не сдается то его уничтожает вот едем дальше соблюдая как говорится все правила боеготовности но погода была знаете пасмурная и авиация не наша не немецкая не летала не летала вот ну и потом были такие значит действия корпус трудно но продвигался вперед потом вы поставлена была задача преодолеть передний край обороны и захватить немецкую переправу через дом это надо было прорваться в тыл и так далее что было и сделано командир мотострелковой бригады нашего первого гвардейского донского трижды орденоносного танкового корпуса выдел вот командира бригады мотострелковой бригады нашего корпуса подполковник филиппов геннадий вот который подобрал несколько танков т-34 батальон пехоты на автомашинах и еще там на кого-то надо было точно не могу вот ночью прорвались в тыл врага вот это боевая группа филиппова вот и рванулась с открытыми то есть включенными фарами все эти танки машины ехали небольшой колонной в тыл врага но немцы которые там были наш противник посчитал что это едут немецкие так сказать войска а потому что немцев там были наши трофейные тридцать четверки которые отремонтировали и которые немцы применяли в учебных целях и вскоре они значит достигли этой переправы вскоре так сказать обезвредили обезвредили охрану этой переправы и когда переправа была значит так сказать уже в наших руках наши войска двинулись и за ними двинулись мы зенитчики нас определили около этой переправы охранять эту переправу от воздушного противника а эта переправа была архинужна нашим войскам по которым двигались наши войска тяжелые танки тяжелогруженные машины снарядами и так далее переправа была деревянной но очень добротная больше грузной держалась большой груз да 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 и нас переправе к этой переправе нас к этой переправе для ее охраны защиты ну мы окопались в этой железной сталинградской земле вот и тут у нас была значит как говорят ну назвать стычка с нашими отцами командирами мы молодые ребята кофицерам да ну мы были все таки не просто а были молодые ребята с высшим образованием вот а командиры наши они служили в 76 миллиметровой артиллерии имели 5, 7, 8 классов образования и согласно тактике зенитной артиллерии зенитные пушки на огневой позиции должны располагаться четыреугольником вот так может быть это и правильно тогда когда мы не знаем с какой стороны появится воздушный противник да да ну и вот мы сейчас я как говорится кровь из носа настояли чтобы мы знали как полетит противник потому что с какой стороны да потому что он не будет лететь поперек переправы когда в эту ниточку да 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 переправа попасть эффективно бомбами и так далее а он обязательно будет бомбить вдоль переправы потому что вероятность попадания бомбы значительно в нескольких раз больше поэтому мы внесли такое предложение пушки наши автоматически 37 мл располагать не четырем четырех то есть угольником а как наставили наши отцы командиры располагать в один ряд так 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 и так для того что мы знали что противник появится с той стороны а для нас самыми выгодными выгодной позицией для нашей стрельбы для большего поражения авиации противника когда мы стреляем при курсовом угле ноль то есть когда противник летит точно на нас а не мимо нас так и сделали ну они как наши отцы командиры нам соплякам и пацанам как в то время они нас называли а сколько вам было лет тогда да а сколько вам было лет ну с 21 года мне было 21 год 20 лет 20 лет 20 лет вообще молодой молодой да вот так и сделали ну хорошо окопались мы и прочее прочее и вот значит НИДА заставило себя долго ждать как летят два Хенкеля 111 точно на переправу а Хенкель 111 это двухмоторный бомбардировщик тяжелый одновременно он разведчик дальнего действия ну мы обоих этих мунировщиков сбили сразу ну тут начальцы из корпуса наши отцы командиры вот мы мы дали вот мы как они нас сопляками называли за наше предложение вот сбили и все и тогда о нас мнение стало другое ну мы там на этой переправе мы стояли до тех пор пока кажется по этой переправе днем и ночью двигались наши войска танки артиллерии разного калибра автотранспорт с большим грузом снарядов там и другого военного имущества и когда уже начала окончательно окончательно сжиматься вот эта группировка па 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 сжиматься тогда значит уже а на переправе мы сбили до полутора десятков немецких самолетов поскольку в общей сложности находились и защищали эту переправу я уже не знаю сколько я уже не могу сколько но когда уже эта группировка была плотно окружена и сжималась сжималась это уже ближе к концу сорок второго года да да конечно вот и нас тогда значит бросили на охрану наших войск оттуда убрали и мы помню охраняли мотострелковую бригаду нашего корпуса и вот однажды это уже к вечеру над нашими над нашими боевыми порядками пехоты появился Хенкель 111 летит а так баражирует и мой сержант покойный Юшванов одной короткой очередью сбил этот самолет снаряд попал наверное в бомбу и я не думаю что в бак с горючим в бомбу потому что сразу взорвался и мелкими как говорится узлами падал на землю ну наша героическая так сказать пехота по-своему приветствовала меткую стрельбу наших зенитчиков а как это выглядело как как это выглядело это выглядело так что сразу начали вверх стрелять бросать шапки понимаете и так далее вот доставали да потом дело шло к тому когда уже немцы сухопутного сообщения с групп с окруженной группировкой не имели начали снабжать свои войска только по воздуху сбрасывали да да уже все было плотно заблокировано поступок кольцу не было было с немецкой стороной попытка деблокировать эту группировку и они там в частности танковые войска гудериана вот хотели балкировать но им на пути встала наша армия которой командовал Родион Яковлевич Малиновский и эту группировку эта группировка была разбита немецкая вот так вот ну и снабжались только по воздуху и вот однажды охраняя нашу мотострелковую бригаду вдруг на горизонте появился здоровый трехмоторный грузовой самолет немецкий вот а грузовой трехмоторный по моему тогда был вообще только в Германии по моему военно-транспорт да военно-транспорт совершенно верно у меня осталась одна пушка одна пушка была до этого повреждена в результате бомбежки повреден прицел и пушка была отправлена в мастерскую бою и я остался с одной пушкой вот ну сели на бою и места и вот он так летает летает видимо высматривает свои войска или что и вот когда летает довольно медленно и вот когда уже приблизился к нам километр на два или мотор потом второй мотор он приближается все к нам вот и как чуть ли не пикируя на одном моторе садиться на брюхо недалеко от нас а степь была ровная ровная степь понимаете но все равно он на колеса садиться не мог там кувырок баланс все ну сбили все и тут наши братцы пехотинцы конечно атаковали этот самолет вот этот самолет оказывается вез в окруженной группировку патроны патроны для автомата меховые жилеты и ром и шоколад да и вот так он этот самолет достался как нашим войскам ну экипаж конечно там четыре человека по моему было пленили куда надо там отправили куда надо от них получали сведения наверное это я уже не знаю вот ну вот такой момент такой момент был это был так сказать заключительный период заключительный период наших войск под Сталинградом второго даже пленили группу генералов по моему 24 генерала с Паульсом было Гитлер ему для поднятия его боевого духа присвоит звание фельдмаршала но он как человек видимо разумный человек честный не видя никакого выхода из создавшего положения решил сдаться сдались эти немецкие генералы вот такой момент мне очень хорошо запомнился Павел Васильевич у вас есть боевая награда за оборону Сталинграда есть орден Красной Звезды орден Красной Звезды да кстати говоря я уже об этом недавно узнал по компьютеру один товарищ добыл наши наградные листы да из архивов да и они у меня сейчас где-то в моих архивах лежит я его прочитал и мой командир батареи это очень это страшный человек я бы сказал это трус пьяница и убийца об этом говорит не надо расстрелять ни за что своего солдата но были случаи были были случаи были случаи дезертильства но то была война были она жестоко сама по себе война вот и значит таким образом ну еще один пример из-под Сталинграда были очень хорошие сильные морозы и мой командир батареи в степи заблудился заблудился он ни хуя не мог читать топографическую камеру если у него было 8 классное образование понимаете с 5-7 классным образованием и как человек не дай бог нехороший вот и значит заблудились и остановились у одной скирды огромной скирды молочной пшеничной соломы стояла там ну солдаты замучивши от бессонницы надрали себе этой соломы спали 20 минут поспит будить замерзли и так далее и так далее и вот выглянула луна смотрим на по берегу балки балка это овраг с пологими берегами идет большая группа людей что за люди черт и упадут temperature и если это на вооружен противник то они нас просто собнут и все вот что делать идут не торопясь остановится то мы снова идут, потом мы вышли в группу человек 4 или 5 наших солдат, которых озадачили, если это противник, то вы сразу немедленно давайте вверх к сигнальную красную ракету, и мы откроем огонь и по этой, так сказать, группировки, но ни сигнала красного нет, никаких сигналов от этого нет, ни выстрелов нет, колонна приближается дальше, ну мы смотрим, что эти наши разведчики идут рядом с этой колонной, мы вышли на эту дорогу, смотрим, идет человек 150 румынских пленных, да, румынских пленных, и когда этот ведущий, эту колонну, унтер-офицер, наверное, они без конвоя шли сами, слушайте, значит, этот ведущий, эту колонну, после, как вы видите, это унтер-офицер, румынская армия молдаванин, вот, и что-то скомандовал этой группе, наверное, в порядке смирно равнений налево, наверное, и говорит, здравствуйте, товарищи, здравствуй, здравствуй, товарищи, откуда вы так знаете русский язык? Я молдаванин, и Антонеску, дальше мать-мать-перемать, многоэтажный разговорный, литературными словами, мы не хотим воевать против Красной Армии, и все, и они повели дальше, он повел этот сержант румынский, Молдаванин, один молдаванин вел человек в 150 румын, ну, ушла колонна без наших конвоиров, наших конвоиров не было, ни одного, вот это один сержант, иль-то мунтер-офицер, молдаванин вел эту колонну в тым, в плен, но они без оружия были? И, конечно, без оружия, как же, да, без оружия, но мы те... То есть они покинули свое расположение, просто-напросто дезертировали и сказали, что мы не хотели понимать? Наверное, и то, что тут разговаривать было... Ну, да, да. Да, повел в тыл к нам этот человек 150, значит, колонну. А мы тем временем вернулись к этой скирде, где были наши солдаты, вот, и светало. Повар готовил завтрак для солдат. Потом смотрим на эту скирду, поднимается два человека, и что-то кричат. Что кричат, нам непонятно. Ну, тогда, когда они поняли, что их крик дошел до нас, мы слушаем, поднимаясь за свинтовки, и каждый из них бросил не в нас, а так влево бросил так. Ну, когда мы поняли, в чем дело, мы говорили, спускайтесь, 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 они тоже поняли, что мы от них хотим. Спускайтесь, спустись. Вот, у каждого напоится по две немецкие гранаты с длинной деревянной ручкой. И вот так показывает, Димол, снимайте. Сам не берет, а за гранату. Да, да, да. Может, если будет браться, он может, знаете, что, получить. Вот, сняли эти гранаты, вот, и повар готовил завтра. А это были немцы? Это румыны. А тоже румыны? Румыны. Это получается, что румыны спали с нашими солдатами в одной середине? Да, да, мы внизу спали. А они наверху? Они наверху, с винтовками, двумя гранатами у каждого. Вот так. Если бы мы могли такой шумуршин сделать шум, да. Ну, я накормил этих двух солдат. Командира этого моего гада не было. Его вызвали. Командир полка. Вот, я вызвал со штаба полка машину. Ну, посадили этих двух румын и отвезли, чтобы они уже отвезли на пункт сбора военнопленных. Вот такой мой. Поэтому я считаю, что я спас двух румынских военнопленных. И это было бы правильно. Это правильно. Потому что надеяться был, если был этот гад командир, это был человек страшной непредсказуемости. Он мог сделать все, что угодно. Может, это связано с потерей семьи, может, он многих потерял во время войны. Нет, он был в Мордовии, также там войны не было. Но, как говорится, нас, советских воинов, воспитывали в духе интернационализма. И у нас не было слепой ненависти за то, что он немец. Или, что он румын, или там венгр, и так далее. А для нас был враг и обыкновенный человек, с которым мы не воюем, и он с нами не воюет. Вот. Это было всегда? Да. Вот такое отношение? Безусловно. Безусловно. Потому что злоба была огромная, конечно. Столько людей, советских... Но ненависти не было. Было убито. Ну, ненависть, конечно, была. И вот, когда... Но контролировали ее. Да, да. Это было очень строго. Военный трибунал мог за шкирку взять. И так далее. Это очень строго было наказано. Ну, а тут я, значит, это уже был последний день апреля 45-го года. Я уже давно был командиром батареи. Это было же на территории Германии. После форсирования Одера и после нашей наступления солдарского огненного плацдарма. Да, да. И вот, вскоре остановились мы. Моя огневая позиция была недалеко от того домика 3-4. Там было. Такой населенный пункт там была. Наши войска продвигались очень быстро. Наш танковый корпус. Ну и быстро получаю по радио команду отбой, поход, вперед, квадрат 123, 13, бэм. Это так кодированная карта была. Я команда машины на батарею. Солдат переговорит, товарищ комбат, шиферов нет. Как нет? Нету, пропали. Нет шиферов. Машины есть, шиферов нет. Ну да, шиферов нет. Как после выяснилось, они, черти полосатые, рассчитывая на то, что они сразу быстро вернутся, увидели немецкий грузовик недалеко от нас на проселочной дороге. И решили ее захватить и пригнать на батарею. Хотя нам машина была немецкая, не нужна. Потому что у нас были «Шевролеты», отлично машины для каждой пушки и так далее, и так далее. Что делать? Прочесать вот эти домики. Прочесали? Нет. Шиферов, я в трансе, в таком, который бывает, наверное, меньше, чем когда, видишь, бомбы на тебя летят. Ждем час-полтора. Нету. А вам надо подниматься и... Надо уже от боя ехать на новую позицию, на новую позицию, супертанки наши продвигаются очень хорошо. И, наконец, прибегает один шофер хозяйственной машины. Азербайджанец плохо, плохо говорит. Ну, я на него т-т-т-т-т-т-т и так далее. Я вообще не матерился никогда. И где шофера? Вон, машину вытащи. Вон, машина стоит, там вода, канава. Шофер лежит, шофер лежит, канава, вода. В канаве. Почему они там лежат? А товарищ комбат, как шофер жёб под жопу поднимет. Немец, шофер голова поднимет. Немец, шофер с пулемёт. Они попали в засаду. Да. И они, значит, там лежат в этой воде, только одна дыхалка наружу, как говорится. Что делать? Надо выручать. Где? Вон, пулемёт оттуда стреляет. И быстро сформировали две группы, по 4-5 человек. Местность более-менее позволяла, и я говорю так, зайти с двух сторон, окружить и открыть огонь, создать вроде окружение, что было и сделано. А я, а мое сердце, как говорится, ушло в пятки. Чем могло кончиться это дело? Они же не знают, как вести наземный бой с противником и так далее. И вот, наконец, слышу тр-тр-автомата, наши немецкие пулеметы. Мою мать, я был в таком трансе, что могу, могут побить моих ребят. Вот, сажусь за орудие, за пушку. Осколочными снарядами выпустил я примерно сотни-полторы, наверное, снарядов. Вот. А у нас договоренность была, если нужна помощь от меня, красную ракету давай, значит, красный огонь я даю. Прекратить огонь, белая ракета. Вот. Что и было сделано. Потом, когда дали белую ракету, у меня сердце отлегло немножко. Ну, потом эти разгильдяи и шифера прибежали, все мокрые, в глине, понимаете, живы-здоровы. Вот. Я их, конечно, отчитал очень крепко. Прицепили пушки к машинам, этих моих посланцев нет. Что с ними, кто ее знает там. Ну, наконец, смотрю, и бинокль идут. Каждый ведет по несколько человек пленных. И так привели 33 пленных. Эти, значит, пленные не старички, не пацаны, а примерно нашего возраста. Это были, так сказать, курсанты какой-то типа нашей сержантской школы. Я, значит, отобрал у них вилки, ножи положено. Вилка – это тоже колющий инструмент, который можно. Вот. И говорю, я говорю, дойцы солдаты. Sie ist glücklich leute. Говорю, немецкие солдаты, вы счастливые люди. Вот. Война идет к концу. Вот. И вы остались живы, здоровы, целы и невредимы. Вот. Ну, вот, значит, я говорю, вас поведут наши солдаты. Если вы будете бежать, наш солдат будет в вас стрелять. Най, най, берляу, фаных! Мы не побежим, не побежим, там, и так далее. Ну, мои солдаты ели уже им перловка-то стоябенила, понимаете, перловка. Но старшина где-то нашел какой-то немецкий склад. Продуктовый. И эти местные консервы, каждый все по банке килогрома ел. Устроили праздник живота. И солдатскую кухню, они же забыли, кроме хлеба, все. Вот. И, значит, я говорю, обед готовил. Готовили на 60-х веков. Я говорю, принести, доставить этот котел. Доставили. Я, значит, принял в пленную. Зитцинзи ин ринг. Я им командую. Что означает, садитесь в круг. Они смотрят его, твои мать. Глаза. Они не понимают и не верят. Они понимают, что я говорю. Зитцинзи ин ринг. Они не понимают, почему их не расстреливают. Да, 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 да. Вот именно. Вот. Я им с командой. Я знал немецкий язык. Не очень хорошо, но им было понятно. Достаточно, да. И прошло, вряд ли прошло пять минут, как этот котел, рассчитан на 60 человек, пшелная каша была, сдобренная американской тушенкой. Вот. Доставили. И так далее. И Ауштейн, Гейнзи Вайтер. Значит, два наши сошранцы, солдат, пылили их. Это был последний день апреля 45-го года. А командир полка, я опаздывал на новую позицию. Потому что не было шоферов, мы двигаться не могли. И, представляете себе, команды мне, я ему рассказываю, что почему пришлось заняться пленными. Такая-то вот ситуация шофера. Он говорит, ты, мать-мать-пери-мать, ты что, командир? Нарушил приказ? Да. Ты что, командир или баба? Ты что, мать-пери-мать, не знаешь, что надо делать с врагами? То есть, дал понять, что пленных нет и проблем нет. То есть, я их должен, по идее, расстрелять. Но я же не бандит. Я же знаю. Тем более, что они никакого сопротивления моим солдатам. Не оказываю. Вот. И, таким образом, 1 мая, эти два моих парня и сержант Тузденов, Кашкан Дадекович, догнали батарею и бумагу. Принято от таких-то 33 человека, военно-пленных. И, помню, четыреугольная печать химического цвета. Вот. Ну, еще закончилась война. Вот. Это было село Бентвиш. Бентвиш. Это километров 30, может быть, 40 юго-западнее города Росток, что на берегу Балтийского. Один из моих солдат докладывает мне, что так-так старший сержант Торчевой имеет трофейный пистолет и хочет расстрелять первопопавшую немецкую семью. И, в чем дело, я вызываю его, хороший сержант, награжденный Орденом Отечественной первой степени, за то, что тремя снарядами на Курске-Дуге сбил один Юнкерс-87 от пикирующих бомбардировщиков. Вот. В чем дело? И рассказывает, фашисты, он сам из Донбасса, этот парень, вот, расстреляли мою семью. Отца, мать, брат, сестренка пришли домой и расстреляли за автоматов всех за одного, подозревая эту семью в связях с партизанами. И я ему говорю, Володя, ну что ты вот так-так, он упрямо сопротивляется. Я говорю, принеси мне свою пушку и запомни, что твои родные от этого не воскреснут. Погибли, значит, погибли. Но ты можешь, ты прошел, говорю, почти всю войну, хорошо награжден, жив-здоров, красивый такой парень, старший сержант. Я говорю, я не хочу, чтобы ты имел дело с военным трибуналом. Так же поэтому, долго, если минут 45 разговаривал, убеждал. Поэтому я тебя прошу, Володя, принеси мне свою пушку, вот, и успокойся, слушай, что тебе я говорю. И он малообщительный такой, малоразговорчивый, и сказал, ладно, не спросив моего разрешения, ушел, и я жду его с трофейным пистолетом. И каждая минута его ожидания мне казалось за целую вечность. Что надумал он или нет, ну, вопрос серьезный, понимаете. Ну и, значит, наконец приходит в красной тряпке завернут пистолет, вальтер с 12 патронами в обоими. Но я говорю, Володя, я никогда не сомневался, что ты, как разумный человек, не можешь этого сделать. Вот так, и так я считаю, что я спас одну неизвестную мне немецкую семью. Да, такое было. То есть наш советский воин, это как не слепой мститель, а воин-интернационалист и против женщин, детей, он и безоружных людей, он воевать не будет. Вот такие моменты были у меня в заключительный период Великой Отечественной войны. Я даже больше чем уверен, что таких случаев во время войны, когда проявлялись такие качества советского человека, были повсеместны. Вот как у вас частный случай, а они-то, по-моему, были всегда. Да, конечно, люди, вот как Володе бывали и такие, они прошли такую страшную войну, он потерял всю семью расстрелянную, в обвинении в связи с партизанами. Конечно, внутренняя озлобленность есть. Абсолютно верно. Но вот вы правильно сказали, она никогда не была ненавистью. Да. Видите, вот нет нас, отсутствовало. Зло было. А потом, зло такое боевое было. Безусловно. А вот безусловно. И потом уже, после войны, я служил до конца 1947 года в Германии, и жил, как говорится, с одним товарищем, жили на частной квартире у одной старушки, которая была, как она сказала, кухаркой у одной принцессы. Ну, она, нам, мы получали доппоёк, там, крупы разные, которые мы не ели, конечно, отдавали им, она делала из них и пирожки, и всё, мастерица такая была. Вот. И отношение у нас с ними было очень хорошее, доброе, и они к нам относились очень хорошо. Гражданские, вернее. Да, да, по-доброму относились. Ну, вот такие моменты были у меня, конечно, на заключительном этапе войны. Ну, а на Курске-Дуге я спас одного нашего солдата. Вы участник ещё и Курской Дуге. И Курской, и Белоруссии, Украина, Польша, и Германия. Вы прошли все-все этапы во всех битвах, таких значительных войсков в Великой Отечественной. Да, причём это были плоддармы. Одарский плоддарм, я знаю, огненный плоддарм. Наревский, это в Польше, Наревский плоддарм, где мы разблочили одного польского... Поль Мельник, но он был шпионом немецкой армии. Корректировал огон по нашей, по моей батарее, которая стояла на берегу Нарева. Около переправы. Вот так. Ну, потом этого Мельника один мой сержант разоблачил, и его судьбу я неизвестно, особой отделкой... Мы, я думаю, расстреляли. Не знаю, я... По закону военного времени. Да, да, он фактически ладуч. Был фольк-дойч. Фольк-дойч, значит, поляк, принявший немецкое гражданство. Вот так. Так что я на своем, как говорится, гуманитарном счету имею спасенным лично мной одного советского солдата, узбека по национальности, который более суток воржи лежал, раненый в голову, без пищи, без воды, без медицинской помощи и так далее. Это было 17 июля 43-го года. Ну, потом вызвали. Значит, бои на этом месте шли более суток тому назад. Где... Где уезжал. Ага. Я ждал колонну наших танков, чтобы сопровождать на передовую позицию. И, значит, была вот в человеческий рост, в рожь. И пока ожидали мы колонну, чтобы танковые колонны наши, чтобы сопровождать, время было. Я, как говорят в известном анекдоте, решил осмотреть окружающие окрестности. Ну, и смотрю, вот чуть больше вот этой комнаты, площадка вытоптанная, лежат два здоровенных убитых немецких солдата. Их цилиндрические коробки от противогазов валяются рядом. И рядом с ними лежит, накрывшись немецкой плащ-накидкой, наш солдат. Ну, я открыл накидку. У него, значит, голова наполовину забинтована, пропитавшись кровью, образовав, так сказать, огромный коричневый панцирь. Закрыл и пошел. Думаю, мало ли на дорогах войны попадается убитых наших воинов. Но отойдя буквально несколько шагов, мне почему-то стукнуло в голову, что когда я открывал вот эту плащ-накидку, мне показалось, что у него открылся и закрылся единственный незабинтованный глаз. Я уже иду, возвращаясь с определенной целью. Я говорю, открываю вот так руком, смотрю, глаз открылся и закрылся. Ты чего тут делаешь? Живой. И он как маленький, по-русски, он как маленький грудной ребенок, говорит, моя раненая. Отчего ж ты не идешь в медсанбар? Моя шла-шла. Ну, вполне понятно. Потери крови. Более суток без воды, без пищи, без медицинской помощи. Лежит, вызываясь он, фрукта на носилках, туда-сюда. Стали его поднимать. Значит, узбек по национальности. Уроженец Ферганской области. Стрелок, автоматчик такого-то там полка или там, это я уже не знаю. Потому что его книжка солдатская, развернутая, лежала на земле около него. Вот так. И так вот я считаю, что я в печь и спас этого солдата. Пролежал он бы еще в этой ржи, еще один, ну, полтора суток. Он бы умер. И с топокровью, и все. Он бы умер с гарантией. Так, поэтому я считаю себя спасителем этого солдата. Советского солдата Ульбека, уроженца Ферганской области. Да. Вот так. Интересно. Вот так. А войну вы где встретили? Войну я начал в Сталинграде. Нет, нет, окончание, я прошу прощения. Окончание войны. Я заканчивал, где победу встретили. В Германии, это был Второй Белорусский фронт, село Бентвиш, немецкое большое село. Вот. И там стояла моя батарея. Батарея, и был приказ. Если немецкие самолеты летят, не воздействие на нас, ни бомбы, ничем огня не открывают. Потому что так было. Они, значит, слетались на указанный аэродром немецкой авиацамолета. Вот так. Ну и вот так, значит, располагался я уже не на батарее в землянке, а был домик, домик, как мне сказали, бывший полицейский участок. И там стоял, был такой раздолбанный диван, старый, и на тумбочке в углу стоял радиоприемник фирмы «Вольву». Это шведская фирма. Ну, настроили, служили Москву и так далее, и так далее. Так это было родную Москву служить. Такую, понимаете, это была такая, знаете, ну, радостная рода. Ну, конечно. Ну, пока туда-сюда, да, и встретил впервые за всю войну в жилом помещении электрический свет. И это было для нас просто, ну, удивление свое. А, удивление, да. Да. Вот. Вот, все, все при свечах, да, в фитилляже, а тут палмочка. Ну, тем не менее, уже устали слушать. Легко я на этот раздолбанный диван снял сапоги 43-го размера. Нет, на 41-й. Ну, заматывали штукном зимой, чтобы диванинок не было, да. И вот, значит, я уснул. Ну, а фронтовик, как говорят, спит по зайчим. Один глаз спит, а один глядит. И вот слышу вдруг, приемник оставил включен на Москву. И вдруг слышу позывные Москвы. Песня широка, страна моя родная. Музыка такая. Я, значит, слушаю. Потом бархатный голос Левитана. Внимание, говорит Москва. Внимание всем радиостанциям Советского Союза. Через несколько минут будет передано важнейшее правительственное сообщение. Я, если не встал, слушаю. И снова голос Левитана. Передаем указ Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. И, значит, говорит, что сегодня подписано указ о капитуляции и так далее. И я впрыгиваю в эти сапоги. Что вы испытали в этом доме? Ракеты пускают. Я, значит, бегу на батарею. Тревога. Все выбегают с винтовками. Стой. Товарищи, война, которую мы вели в течение патитического взгляда, закончилась. Наша победа. Война кончена. И вот мои шерпи-шердаты. Долгую половину шердат был старички. По водосту доводившись мне чуть ли не отцами. Кто прыгает, кто кричит «Ура!», кто, понимаете, плачет, кто... И тогда вот так встретил День Победы. У меня сейчас слезы наворачиваются. А это мне, а тогда я представляю. Вот таким вот... И так вот я встретил своими золотыми шердатами День Победы. Даже многие были участники Первой мировой войны. Ой, 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 только вообще мы... Старички были, человек процентов 30-40 были старички. Но эти старички, бывшие колхозники, были, как говорят, такими, которые при любой обстановке никогда не показывали спину врагу. Опытные и проверенные люди. Проверенные люди, понимающие в окружающей боевой обстановке. Некоторые в гражданской войне участвуют. В Первой мировой войне участвуют. И один из них, Коробовцев, фамилия, из Пенинской области, был в русском экспедиционном корпусе в Париже. Там, где был, будучи солдатом, будучи маршал Родион Яковлевич Малиновский. Вот так. Ну, а потом, август 45-го года, 45-го года, первая демобилизация 11 старших возрастов Красной Армии. И вот ко мне приходит человек 10, наверное, старичков, товарищ наш командир. Прощай, наш Спаситель. И эти слова до сих пор лежат в самой глубине моего сердца. Потому что я очень берег солдат. Очень берег. Это много слов. Да, очень берег солдат. Вот. Водку я никогда в жизни не пил, а свои наркомские 100 грамм отдавал солдатам. А солдат, ну, зрелые мужики, они говорят, сегодня вот я вам, а солдат, я вам отдаю сегодня свои, вы пьете 200, а в следующий раз вы мне отдаёте свои. Я пью 200 грамм. Вот таким образом. А что там со 100 грамм, ничего не поймёшь. А 200 уже серьёзно? Да, 200 это уже они чувствуются. Ну, а я что, я вообще не пил водку. И сейчас вот тоже до сих пор водку не пью. Вы, командир, должны были показывать пример. Да. Вы его и показывали. Да, да. Потому что и командиры, начальник были разные. Тот командир, который ругается матом, берёт солдата за грудки, за малейший проступок, они котируют. Вот, боевой командир. А Гладков, говорит, он какой-то тихий, и батарея у неё тихая. Действительно, ни дезертирства, ни самострелов у меня на батарее не было. Не было. Вот так. И вот уже после войны мой ординарец был, подмосковный старый холостяк, Санурин Сергей Алексеевич. Уже я буду теженатым, прихожу к нему. Там, где сейчас дача Солженицына, вот это в этом селе он жил. И потом, после войны, он пожарником был. Вот так и не женился, умер старым холостяком. Вот, смотрю, у них, значит, на стене в их хате мой портрет. Вот. Вот так. Такой. Значит, уважали, любили, очень уважали. Очень, да. Очень. И всегда, когда была такая сложная обстановка, опасная обстановка, Ровик, для меня Ровик, это такая вот круглая яма, из которой видна только голова. Это назывался командный пункт командира батареи. Вот. И уже после войны 20-летия Победы, я поехал вместе с женой, с маленькой дочкой в город Карачаевск, отходу у меня был один командир орудия, сержантом, переживший Курску-Дугу, был актрисом и с кровоточащей раной на ноге. Он летом, 44-го, перед белорусской операцией «Багратион», прибыл ко мне на батарею. Убежал. из гостителя, убежал. Молодец. Вот так. Вот. И, значит, с ним мы встретились. И он был уже проректором пединститута по административно-хозяйственной части. У него была «Волга-машина». Ну, да. И вот он повез нас в Донбай. Донбай – это горы. Вот. Ну, конечно, выпили, закусили, все такое. Пошел дождь. Ну, наши жены и дети были в «Волге», спали, а мы разместились под большим из двух больших листов шифера, сделали такой шалаш, и всю неделю мы, значит, разговаривали. А вам, фантомика, это не в новом, мы четыре года так жили. А помнишь то, а помнишь того, а помнишь того, 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 так далее. Я говорю, Качкан Дадекович, вот, дело прошлое. Почему для меня батарейный командир на Кейпункт был иногда готов раньше, чем были готовы ваши орудийные окопы? Вы как? Между собой договаривались или как шло? он подумал и с большим кавказским акцентом ответил, Павел Василович, это бил наше дело. То есть, я не сказал. Это бил наше дело. Вот так. то есть, меня берегли. Потому что дадут какого-нибудь так называемого боевого командира, которого гибли благодаря этому. И вот этому были люди. Такой был боевой командир и в нашем полку. Это было на Одорском огненном полдальне. я занял, форсировали по огромной длинной переправе Одор. Полдском перебрались, перебрались мы к месту, где будет копаться батарея. Вот. Это было и когда закатывали последнюю пушку одного солдата ранило двумя пулеметными пулеметами вот сюда. Ну, он вылечился и живет в Тюмени. Вот. Это было сегодня. А завтра боевой командир, который командование полка считался самым лучшим. Почему самым лучшим? Ругался матом беспощадным. водку хлестал кружками. Это по мнению командования он был самым лучшим? У мнения командования полка такое. Вот. Он, значит, мог за грудки взять солдата, за малейшее преступление потрепать его, понимаете, и так далее, и так далее. Я прибыл на эту позицию вчера. А копались, он прибыл сегодня где-то в первой половине дня. Располагался правее меня, правее меня. Выехал на этих Chevrolet, это высокая машина проникла. Бридентом, тентом накрыта. И только остановились, он вылез, понимаете, а немец рядом тут, как врежутся минометы с артиллерии. Машина горят, человек двадцать солдат будто убито, ранено. Мат, плач, проклятие и так далее. Лучший боевой командир. Они что, они не окопались или что? Да не, он только приехал. А только приехал? Только приехал, на открытой местности было. Там был какой-то может такая же маленькая ровная пшеница, поле, ржаное поле наверное было. Это апрель месяц сорок пятого года. Вот так вот бывает, бывало. Вот конец войны и просто положил людей. Да, да, да. Почему видишь, что снаряды рвутся, огненный подарок, я называю, понимаешь, почему тут надо только ползком, а я вел так, машины оставил под у переправы, под высоким берегом, пушки тоже оставил, дежурные расчеты в случае бомбежки переправы, чтобы могли отразить налет, налет. И таким образом ползком перебрались, и когда стали двумя расчетами, а пушка две тонны двести килограмм весила, двумя расчетами в горку тащили, катить эти пушки, вот, и когда последнюю, четвертую закатывали, одного солдата ранило из пулемета немецкого. И вот так. Да, Павел Васильевич, конечно, вот сейчас вот вы рассказываете, а вот это вот все у меня вот картинка всплывает, конечно, выпало на вашу долю невероятно трудные годы, невероятно трудные. Мы можем судить это только по вашим рассказам, а я, а что, вот что творится в вашей душе, это только вам, или это, мальчик? Сколько вы перетерпели в воду победы нашей? Это была такая нервотрепка была, и такая страшная неопределенность была, то же самое. Страх, геологический страх. Да, да, да. Некоторые говорят, что никто ничего это ерунда, ложь, как так мог человек не бояться его убьют. Каждый боится. Каждый человек боится. Первое время я действительно как-то обстрел, там, мины, вот, как-то реагировал терпимо. А к концу войны уже автоматически, знаете, независимо вот мое сознание мина просвещено, как-то, а уже когда просвещено, это уже не страшно. Но все равно кланяем про себя. Павел Васильевич, разрешите поблагодарить вас за столь приятные воспоминания, вот, и, вот, самое трогательное было, вот, увидеть ваши слезы. Они у меня тоже, кстати, на глазах, но это слезы благодарности. Это огромное вам, огромное, огромное благодарность выражаем. и эти воспоминания, я надеюсь, что они будут живы, и мы будем нести память о вашей победе, которая все-таки благодаря вам и многим тысячам, сотням, тысячам, миллионам наших ребят. Это так волнительно. мы все-таки победили в прошлом. Много людей погибло по глупости своих начальников, по пьянке начальников, по пьянке самих солдат, по неосторожности, по неосторожности. Вот мы, знаете, как кол на голове тесали своим солдатам. Лежит убитый солдат противника, или снаряд, или что. Не подходить, не трогать. Там были случаи, когда минировали свои солдаты и так далее. Не трогать, не трогать. У нас был такой солдат у меня молодой. Это было в Белоруссии. сунули, нас тогда, когда там нечего было делать. Уже недели, две или три самолета не летали, ни наши, ни немецкие. Нас сунули под самые орудия. Туман, дождь со снегом и так далее. Сунули и было убито два командира батареи сразу. Наши штабники. Кстати говоря, они умели воевать. Они никогда не появлялись на позиции во время боевых действий. И ни один штабник, представитель штаба или командования не был ни ранен, ничего. А у нас есть только взять одну мою батарею. Командир батарей. Один убит, один ранен. Командир огневых заводов. Два командира ранены. В том числе я был на Курске ранен. Вот так. Да. Кто там контролировал, понимаете? Война. А мы молодые ребята, знаете, мы все выдержали. Да, все выдержали. вот так. Кстати говоря, вот орден Красной Звезды я недавно при помощи компьютера один товарищ себе достал. Оказывается, вот этот гад, командир батареи, командир полка, он был пьяница, командир полка, выгнали за пьянство вскоре. Вот. Меня представили к медали за боевые заслуги, когда мы на переправе сбили до полутора десятков немецких самолетов. Командир корпуса об этом знал. Его начальник артиллерии корпуса, он бывал у нас очень часто на батареи. А вот эти гады, вот этот гад, командир батареи и командир полка представляют меня к медали за боевые заслуги. А дошло это до командира корпуса, он поглядел на это представление, образно говоря, наплевал и написал свое накраждение «Награждаю правительственной награды орденом Красной Звезды». Родина Алексея Георгиевич, командир корпуса, герой Советского Союза. Он когда читал это представление, там же описывается представление, описывается слушание для чего да, по причине награждения. Левка там 5-й 10-й, на них сейчас сбили 15 самолетов. А командир батареи на батареи никогда не был. скрывал все в землянке, пил уворованную солдата водку и все. Вот такой был гад командир батареи. Ну да. Ну что, Павел Васильевич, мы вас не умолили еще? Нет, ну что, мне очень приятно беседовать. Было очень, очень интересно было, конечно, вас послушать. Вот так. Да. есть воспоминания, конечно, эти воспоминания. Да, я солдат очень берег. Очень берег солдат. Потому что, как говорят, не зная броду, не лезь в воду. Благодаря его плечам, его оружию и была выиграна. Так как командиров, если действительно хороший командир, так солдаты, значит, они грузию защищали своего командира, чтобы... Так оно и есть. Солдаты меня просто берегли. Они боялись солдату боевого командира, о котором ты рассказал, боевой командир кружками пил, матом, ругался, понимаете, боевой командир, болевой. И вот болевой надо голову прилагать к любому действию на войне. Вот поэтому и ваш командир орудия, поэтому когда вы только расположились, они первым делом выкапывали вам вот эту щель, для того, чтобы вы находились. А уж потом они о себе думали, это тоже очень много стоит. Это говорит о ваших качествах командира и человека. Человека, да, правильно. Я очень любил. Вообще, я очень такой люблю людей, любил всегда людей. И старался им помочь, чем я мог. Это благородно? Да, чем я мог. Хотя я вырос в воспитал тетератой, мать и отец у меня умерли, когда я учился в начальной школе. И вас воспитывала бабушка? Бабушка, бабушка, но бабушка в 44-м году умерла в возрасте больше 90 лет. А я вот уже мне 97-й. Да ладно, так на вид лет 60. 97-й. 9-го мая этого года мне будет 97-й лет. 9-го мая? 9-го мая. Что вы говорите? Вот это совпадение. Да, это совпадение. Совпадение такое. Совпадение такое, значит. Обязательно придем 9-го мая. Да, понимаете? по документам я 10-го мая. Но как получилось? У меня отец был деревенский полуграмотный мужик, но очень разумный, очень, так сказать, дисциплинированный и так далее. Я родился 9-го мая. По-моему, сказали утром, мне говорила бабушка. И отец пошел в церковь где-то после обеда 9-го мая. Надо зарегистрировать в церковь, приходской этой войск. Где-то 9-го мая в церковь, на церковку нашего дома была. Вот. Церковь закрыта. Отец пошел домой к священнику. Он рядом тут с нашим домом жил, а священник рядом в церковь жил. Вот. Отец входит, матушка ее встречает. Отец говорит, мне нужно батюшку. Вот. Ну, я говорю, вы знаете, Василий Петрович, батюшка сегодня был на поминках и немножко перехватил самогоночки. и сейчас отдыхает. Так что вы извините, Василий Петрович, приходите завтра. Ну, все. Священник отдыхал, на поминках был. Вот. И отец приходит в церковь рану утром, священник на боевом посту в церковь. Отец говорит, батюшка, у меня родился сын, тот хорошо, хорошо, достает такую толстую книгу и пишет 10 мая 1921 года и перекрестившись выдал да будет ему имя Яков. Отец надо бы Яков, как Яков, он захотел им, чтобы Павел был, а у него младший брат, у отца был Павел, который тоже во время войны умер. Вот вот так и в документке остался 10 мая. И, кстати, эти документы, пробитые осколком вражеской бомбы, хранятся у меня вот в этом кейсе. В этом, вот тут, в этом, могу показать. А можно посмотреть? Ну, конечно. Это вот гвардейский знак. Вот точно бравый я дам. Вот. Точно гвардейский знак. Который 17 июля 43-го года, когда я спас вот этого солдата Ульбека при бомбежке, был разрезан вот так на девичек. Вот так. В том числе гайка вот эта тоже была разрезана. Осколком? Осколком. Осколок ромбической формы. Вот такой белый, как ромбик, с острыми краями крупушской стали. И разрезан был. Это такая бляха, что какую силу, какую силу надо, чтобы разрезать. и я почувствовал, как удар в грудь, словно огромной кувалдой. Отбросил меня на два метра, прекратилось дыхание, в глазах, знаете, мельчушится, когда зимой, в мороз, выпадет снег новый, и светит яркое солнце, и тут миллионы искор таких на снегу. Вот такое у меня было в глазах, контузия. Да. Вот таким образом. И этот осколок, разбив гвардейский знак, пробив мне руку, из руки фонтан крови, и потом уже, когда я, как говорится, был уже в медсанбате, в медсанбате, вот права водить мотоцикл, выданные в апреле широкого года. Вот видите, смотрите, осколки, да, осколки. А вот этот салон номер один. салон номер один к этим правам. Вот видите, осколок. Да, да. Это салон предупреждений, да? Да, это вы знаете, автомобилисты знают, что это такое. Вот. И вот свидетельство о рождении моё. Оно было сложно так. Вот видите, осколок. осколок. да. А так, потому что это выдано свидетельство в 1937 году. Батюшки. Да, вот. Смотрите, дырки. Да, да, да. От этой осколки. Вот, когда я разбирал, спал после ранения, я спал на немецкой землянке, на ржаной, на ржаной, сейчас я соберу, на ржаной соломе, на ржаной соломе, и думал, что, что-то у меня тут, понимаете, сожрапает, ну, наверное, ось, от колотка. и так, значит, про да, про щупов, как говорится, так рукой, потом подуя, скроют, так, подуя, руку сделал левшине, так нельзя. Все. Вот, и наконец стал я разбирать вот эти письма, и которых будут целые кипа, набитый карман. Письма и зашел осколок, это царапает меня через нательную рубашку. Если бы не попал он в гвардейский знак и в стопу письма другу бедных, то мы бы с вами сейчас не бедных. Какая случайность? Вот такие поэты мне говорят, что ты родился в башне. Павел Васильевич, еще вот на этой ноте с вашего позволения мы уже закончим, наверное, вас мучить. Очень, очень приятно, очень приятно, действительно. Огромное вам еще раз благодарю и низким вам поклонам. Спасибо, Павел. Спасибо. О, ствол на это будет . Спасибо. Продолжение следует...